Добрый день, друзья, коллеги! Приветствуем вас с продолжением работы в зале Департамента образования и науки Москвы. Сегодня перед тем, как мы выступали, речь шла о таких важных проектах, как стандарты проектов московской системы образования. И, конечно, мы не могли оставить тему осмысления профессиональных стандартов в стороне, поскольку именно те люди, которые работают с детьми ежедневно и являются гарантом того самого прекрасного будущего нашей страны и в том числе нашей территории. И, конечно, наши стандарты – это новая реальность для нас, и мы ее по-новому пытаемся осмыслить. Сегодня с вами… Коллеги, у нас что-то с презентацией. Так, друзья, давайте наладим проблему с презентацией. Я пока скажу, да, что сегодня с вами команда корпоративного университета московского образования. И я ее, так скажем, представитель, заместитель руководителя Камка Светлана Васильевна. И нам очень сильно повезло, потому что нашу команду возглавляют сразу два заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы. Это Наталья Александровна Киселева и Илья Владимирович Новокрещенов. Также сегодня мы, поскольку будем представлять и теоретическую часть нашего исследования, такую методологическую базу, и сам продукт, наверное, нужно объясниться немножко, почему именно я представляю наш продукт, наш проект, профиль компетенции педагогов, который мы составили и предлагаем к обсуждению сегодня. Дело в том, что у меня очень интересный профессиональный опыт. Из 20 лет моего стажа официального 10 лет преподавания, 10 лет управления и 10 лет в системе профессионального развития. То есть вот из 20 лет получается таких 30 интересных. Ну и, конечно, прежде всего, мы, прежде чем начать составлять свой собственный профиль компетенции педагогов, мы поставили себе задачу максимально исследовать то, как профессиональный стандарт может быть не документом, а инструментом развития педагога. Поэтому, прежде всего, дам слово, передаю слово аналитику нашей команды Ольге Игоревне Николенко, которая возглавляла, так скажем, исследовательскую группу и, конечно, сейчас расскажет, что мы на самом деле нашли, исследуя практически все мировое пространство. Спасибо, Светлана Васильевна. Я сегодня представлю одно из исследований, которое мы провели, и оно включало в себя изучение профессиональных стандартов, и в том числе мы начали с утвержденных стандартов, которые приняты в Российской Федерации, но также мы обратились к профессиональным стандартам наших коллег за рубежом. Мы изучали стандарты с разных частей мира, от Северной Америки до Юго-Восточной Азии, от Европы до Океании, и мы исследовали их с целью поиска ответа на вопрос, что делает профессиональные стандарты инструментом развития педагога. И мы изучали не просто страны, мы изучали лидирующие системы, которые демонстрируют высокие показатели по качеству образования, это страны-лидеры ПИЗа, и мы изучали не просто сами стандарты, как документы, мы изучали именно те механизмы, которые применяются для выстраивания системы развития педагогов. И прежде всего, что мы заметили, что есть профессиональные стандарты в том привычном понимании, которые мы знаем, то есть такой нормативный документ, но также есть система учительского роста. И чуть-чуть забегая вперед, скажу, что в России ситуация складывается уникальная, потому что у нас есть и профессиональный стандарт, и складывающаяся система профессионального роста педагогических работников, включающая систему учительского роста. И мы выявили некоторые такие уникальные особенности применения стандартов и систем в разных странах. Например, в Англии очень такой интересный профессиональный стандарт, он представляет собой систему компетенций, которая задает уровень профессионализма педагога, причем этот уровень достаточно высокий. И в профессиональном стандарте Англии есть такие две особенности. Первое, он выстроен таким образом, что педагог может использовать профессиональный стандарт собственной практической деятельности, а также выстраивать персонализированный маршрут развития. И более того, в этом стандарте очень четко распределены роли всех участников системы развития педагога, то есть самого учителя, лидера или руководителя образовательной организации и также провайдера образовательных программ. То есть каждый участник знает четко свои задачи, роли, и он двигается в соответствии с этими ролями. Вторая особенность заключается в том, что профессиональный стандарт, он как бы совмещает в себе две функции, два типа стандарта. Это регулирующий стандарт, такой контроль и развивающий. В Канаде каждая провинция самостоятельно разрабатывает для себя профессиональный стандарт педагога. В Онтарио, который мы достаточно подробно изучили, разработкой стандартов, также системой диагностики, аттестации, сертификации занимается колледж учителей Онтарио. Вообще в этой провинции учитель воспринимается как такой высококлассный профессионал, высококлассный специалист. Можно сказать, что он относится к элитному клубу профессионалов, и центром этого клуба является колледж учителей Онтарио. То есть это сильное профессиональное сообщество, объединенное едиными ценностями, видением профессии, сформулировало в профессиональных стандартах в первую очередь для себя те ожидания и установки, которые ожидаются относительно профессионализма учителя. Другой интересный стандарт мы увидели в Новой Зеландии. Он был принят в 2006 году, чтобы защитить качество преподавания в стране. Его особенность в том, что он направлен на сохранение культурных и языковых традиций коренного народа Новой Зеландии, это народ Маори. И вы можете обратить внимание, что некоторые термины сформулированы на языке как раз этого народа, и причем не все они имеют аналоги на английском языке. Тем не менее, они понятны всем жителям Новой Зеландии. И профессиональный стандарт разработан так, что каждый учитель в своей педагогической практике может применять этот стандарт, учитывая вот эту неоднородную социально-культурную ситуацию в стране. И в своей деятельности учитель опирается на договор Вайтанги. Вот посмотрите на самое первое верхнее. Это договор Вайтанги. Это договор, который определяет принципы социального устройства страны. То есть с этого документа начинается сама страна, ее государственность, и с этого же документа начинается профессиональная деятельность учителя. Перейдем к системам учительского роста и обратимся к несменному лидеру ПИЗа, Шанхай. Система учительского роста в Шанхае разработана была еще в 80-х годах, и она развивается до сих пор. Учитель в Шанхае двигается вверх по карьерной лестнице, которая состоит из 13 уровней, от начального до наивысшего уровня, где учитель имеет право преподавать в университете. Эта возможность появилась относительно недавно, и он также является наставником для других учителей. Система эта трехчастная. Эти три компонента, развитие, оценка и мотивация, они взаимодополняют и взаимоусиливают друг друга. То есть, когда учитель развивается, он наращивает новые умения, новые знания, он больше ответственности несет. Аттестация поощряет, и тут я обращу внимание, поощряет учителя на каждом этапе развития. И карьерная лестница мотивирует его постоянно двигаться вверх. Еще одна система учительского роста, представлена в Сингапуре, это второй лидер в ПИЗе. Это разработка, которая была спроектирована межправительственной организацией Министерства образования стран Юго-Восточной Азии. Она состоит из двух компонентов. Первый – это профиль, такой гибкий профиль компетенции учителя. Этот профиль адаптируется в зависимости от вектора развития учителя. В Сингапуре учитель может выбрать, как ему развиваться, как педагог, как лидер или руководитель, или как специалист. Вторая часть этой системы – это расширенная система управления эффективностью. Это такая система оценивания, и она очень необычная тем, что она непрерывная. Как она выглядит? В начале года учитель совместно с руководителем определяет сам для себя цели и задачи, которые он должен выполнить в течение года. Он выстраивает план, как он будет развиваться, как он будет работать, взаимодействовать, обучаться. В течение года он, собственно, следует этому плану, но у него есть такая уникальная возможность. В середине года у него такое промежуточное оценивание, и он получает обратную связь от наставника, от руководителя. И у него также есть вот эта уникальная возможность скорректировать свои планы, возможно, поменять какие-то задачи или перестроить свою траекторию. И в конце года у него уже такое финальное оценивание, финальная вот эта обширная обратная связь, на основе которой он анализирует свои достижения. И получается, каждый следующий год этот цикл повторяется. И уникальным путем пошла другая страна, такая же уникальная, в Финляндии, где такой более мягкий и творческий подход по отношению к учителям. Учителя также воспринимаются как профессионалы, и они полностью несут ответственность за то, что происходит в классе. У них очень высокий уровень подготовки в университете. Допустим, чтобы преподавать в классе, учитель должен иметь степень магистра в том числе. Поэтому за учителями не предусмотрен какой-то такой контроль и практически нет никакой оценки. И более того, само профессиональное сообщество в некоторой степени является вот этим профессиональным стандартом, потому что очень сильная корпоративная культура задает вот этот высокий уровень профессионализма финских учителей, и они самостоятельно объединяются в сообщества, причем в школьные, межшкольные, самостоятельно задают себе траекторию и стратегию развития, и по сути являются источником этого развития друг для друга. Мы также изучили и другие страны, Эстонию, Южную Корею, Японию, разные провинции Китая и Канады. Мы изучали очень много. И системы диагностик, и системы оценивания, и профили компетенций. Мы изучили очень много документов, сайтов, департаментов, министерств образования, профессиональных сообществ, университетов, школ, в поисках готовых ответов, каких-то решений, которые мы могли бы с небольшой адаптацией применить у себя. Но готовых ответов мы не получили. И причиной тому культура. Она очень сильно влияет на смыслы и процессы как учительской профессии, так и самой системы образования. То есть у каждой страны очень свой уникальный контекст и очень специфические приоритеты. Допустим, сохранение культурных традиций народа Маури, как в Новой Зеландии, или поддержка саморегулирующихся сообществ, как в Канаде или Финляндии. То есть, грубо говоря, чтобы быть учителем в Финляндии, надо родиться в Финляндии, вырасти в Финляндии, получить там образование и быть носителем этих ценностей. И, по сути, учитель, он и является вот этим транслятором и носителем ценностей, которые он закладывает в будущее детей и в будущее страны. И мы поняли, что все те находки, все те практики, которые мы нашли, они могут быть применимы только в том контексте, в котором они создавались и для которого они создавались. Но все-таки кое-что мы нашли, это подходы, которые позволяют выстроить систему, в которой учитель непрерывно развивается. Первое. Стандарт всегда разрабатывается с учетом контекста, задач страны или территории, учитываются экономические, социальные и культурные особенности той территории. То есть, например, мы заметили, что большие страны или страны с большим населением разрабатывают стандарты на региональных уровнях, то есть как в Канаде, например, или в Китае. Вот уже в Сингапуре или в Новой Зеландии национальные стандарты. Или в Англии, да, вот в Шотландии, у Эльс, Англии, у каждой территории свои стандарты. Второй момент. Профессиональный стандарт – это всегда гарант того, что абсолютно каждый ребенок, вне зависимости от района, школы или учителя, имеет доступ к качественному преподаванию. Третье. Профессиональный стандарт – это всегда основа для разработки персонализированного маршрута развития. Основа для разработки систем диагностик, мониторингов, аттестации, сертификации и программ обучения педагогов. То есть это такой инструмент, который позволяет обеспечить единство всей этой большой системы развития педагогов. Четвертое. Стандарт носит очень гибкий характер, и он адаптируется не только относительно контекста страны и задач образовательной политики территории, но и относительно роли учителя, относительно его вектора, этапа его развития, задач и контекста его школы, и его самого. И последний момент, но он не менее значимый, чем остальные. профессиональные стандарты или системы носят в себе вот этот ценностно-словой ориентир. И в каждом стандарте, в каждой системе мы обнаружили, что в нем содержится этический компонент в том или ином виде. И он опирается на педагогические, на общекультурные и корпоративные ценности. И при соблюдении вот этих всех условий получается, что профессиональный стандарт становится либо гарантом, либо источником, либо инструментом развития педагога. И получается, мы выяснили, что нет никаких универсальных систем учительского роста, нет универсальных стандартов, нет универсальных профилей компетенции педагога. Но есть такие общепедагогические ценности, которые объединяют педагогов по всему миру. И есть понимание того, что у каждой страны есть свои задачи, свой контекст и свои возможности. И про наш контекст, и про наши возможности расскажет Светлана Васильевна. Передаю слово. Ольга, спасибо. Я позволю себе здесь сделать небольшую отбивку этой части. Коллеги, вижу здесь коллег с нами сегодня, представители центров оценки квалификации, недавно открытых. Из той тридцатки Краснодарский край приехал к нам лично, и очень рада сегодня видеть руководителя центра. И почему говорю сейчас об этой истории российской, потому что совсем недавно так получилось, что я имела непосредственное отношение к внедрению стандарта педагог в Российской Федерации, будучи директором, основателем одного из центров, который сегодня очень активно работает в Свердловской области, и единственного центра, который сегодня провел экспертизу диагностических средств, сейчас в центре, которые меня слышат. Я вам передаю огромный привет. И, ну, в общем, мы идем и продвигаемся. У нас уже есть, можно обратиться к Елене Александровне Юкфельд в Свердловской области, вы все ее уже знаете, это я своим коллегам сейчас анонсирую, по поводу экспертизы. А поскольку я нахожусь на постоянной связи с своими коллегами, я очень за них горжусь. Итак, на слайде перед вами можно зайти на совет по представленным квалификациям. Это мы к тому, что в Российской Федерации есть стандарты в образовании, и надо прежде всего изучить свои стандарты и посмотреть на них с тех позиций, которые озвучивала сейчас Ольга Игоревна. Мы не просто так вот эту экскурсию провели по странам, потому что нам бы очень хотелось, чтобы наши стандарты были также в основе тех моделей учительского роста, то есть соединялись вот эти две истории, в одно целое они шли и не жили параллельным путем. И на нашем примере сегодня постараюсь показать, как мы, какое мы предлагаем решение, какой мы сделали профиль компетенции свой для Москвы. Я очень надеюсь, что он может быть применим на самом деле для других территорий Российской Федерации. И, конечно, мы поделимся своими разработками. Ну, обратимся опять же к нам, к Российской Федерации. Напоминаю, что в стране идет активное развитие национальной системы профессионального роста педагогических работников, в том числе системы учительского роста. Вот не буду больше сложные термины говорить, это просто один раз, для того, чтобы понимали, я действительно знаю, как это называется. Но давайте, да, будем говорить на понятном языке, поэтому, если проще, то на уровне Российской Федерации идет разработка. У нас на уровне регионов отрабатываются свои модели, потому что у регионов уже появляются свои задачи, свои контексты, свои собственные тревоги, переживания и свои еще и финансовые условия для реализации заданных направлений. Но, опять же, такая система сложилась у нас, что школы в основном находятся в муниципальном подчинении. И у нас получается, как всегда, вот эта сложная история, трубы, газ и деньги в разных руках. Но муниципалитеты непосредственно влияют на работу своих образовательных организаций, задают, опять же, свои приоритеты, свои проблемы ставят перед своими образовательными организациями, решают свои задачи. Но и обращу ваше внимание, что можно зайти по ссылке тем, кому интересна тема. Если слышат меня муниципалитеты, представители органов управления, мне кажется, что тема по-прежнему актуальна, если еще не более стала актуальной, по ссылке посмотрите. Работа нами была выполнена у Анатолия Георгиевича Каспаржака, у Ирины Веселоной Аббанкиной, она есть. Мне за нее нисколечко не стыдно до сих пор, поэтому можно воспользоваться. А сегодня мы пойдем дальше. Я не буду останавливаться подробно на реализации задач на муниципальном уровне, а, пожалуй, обращу ваше внимание на нашего учителя. Это не я сделала, это Ольга Игоревна сразу же. То есть мы боялись, что картинка может кому-то не понравится, но вот мы не нашли ничего другого, чтобы демонстрировала ту сложность, контекст, в которой сегодня находится учитель. И возвращаясь к темам, которые звучат сегодня на салоне, к темам, которые обсуждаются на разных площадках, какой учитель сегодня нужен, способен реализовать те задачи. Те миссии, о которых перед нами были несколько секций, говорили о смыслах, о роли учителя, чтобы реализовать эти сложные истории, как школа взросления, подростковая школа и прочие наши интересные проекты. Но если мы представим сегодня учителя, который часто стоит перед, не просто перед классом, а по одну сторону экрана, то какие компетенции ему нужны? Или, что первично, сегодня те компетенции инструментальные, о которых говорили, и много говорят информационные, универсальные, компетенции 21 века. То есть разные-разные названия есть у этих наборов, лидерские компетенции, могу еще припомнить. А какие важны, какие приоритетны, всеми сразу надо обладать или какие-то более важные? Чему учиться сегодня учителю? И, конечно, я сейчас еще обострю проблему, буду, так скажем, расскажу. Мы когда-то, недавно совсем с Ольгой Игоревной, когда изучали систему учительского роста, нашли вот такие картинки, когда педагог стоит вот так. То есть вот примерно на кресте, вот было сразу бросалось в глаза, не буду называть регионы, мы изучили практически все региональные, региональные программы по модели учительского роста, по реализации проектов учительского роста. И заметили, просто бросается в глаза, что внутри очень много мы предлагаем. Вот такие организации, как наш корпоративный университет, институты развития, мы много предложим, мы много создадим мероприятий. И мы почему-то мыслим вот так. То есть это учитель нам должен прийти во все эти мероприятия, поучаствовать во всех мероприятиях, развиться до невозможной степени, нарастить себе много рук, много ног, не знаю, может быть, голов, может быть, еще что-то. В общем, мы поставили под сомнение все-таки историю, что можно обладать всеми компетенциями. Но мы точно не остановились в своих исследованиях. Ну, не остановились. Мы пошли известной нам дорогой и отправились изучать весь массив, который мы могли себе позволить обработать. То есть вы видите уважаемых наших коллег, наших партнеров на слайде и отличных встреч от таких площадок дискуссионных, как наша, от изучения работ авторов. Изучали все. От моделей компетенции, которые предложены для учителя, лидерских компетенций, до известнейших авторов, создателей HR-моделей для крупнейших корпораций мировых. Много всего нашли. Где? Да. И, ну, видимо, Ольга будет переключать слайды. У меня энергия, наверное, не дает это сделать. Ну, посмотрите, пожалуйста. После некоторой перегруппировки всего, что нашли, ну, отсортировали, в основном все разработчики где-то мыслят вокруг вот этого набора. Набор достаточно большой. Мы его немножечко на первом этапе присистематизировали. Получилось так. Ну, то есть мы пытались найти логику, потому что как осознать эти компетенции, как их для себя идентифицировать и определить. Вы видите, что мы разгруппировали эти компетенции на такие очень современные вещи, как мышление. Здесь и критическое мышление, и креативное мышление, и системное мышление, и проектное мышление. И я не буду давать обоснования. Вы сами слышите это ежедневно. Нас просто постоянно эти термины сопровождают современной жизни ежедневно. Современная грамотность. Не буду говорить, сколько исследований построено по этим основаниям. Но это уже результат нашей систематизации. Вот если верите, то выглядит примерно так. Цифровая грамотность, базовые специальные современные знания и умения для отдельных областей, инструментальная грамотность. Опять же, мы часто сегодня много слышим такое понятие инструменты. И для педагогов это отдельный вопрос. Мы тоже немножечко попытаемся нашу точку зрения изложить. Но вот появляется такое, звучит понятие инструменты. Мы, конечно, не могли пройти мимо таких компетенций, как взаимодействие с собой и взаимодействие с другими. Базовые вещи для школы лидерства любой, для школы менеджмента любой, для школы управления, ну и управления собой для учителя. Сегодня это у меня исследование. Я сейчас позволю себе использовать, опять же, свои предыдущие наработки. Города Екатеринбурга три года взлетала вверх на первом месте потребность учителя именно в психолопедагогическом сопровождении. Мы четко отследили этот тренд. На первом месте учителя запрашивали именно курсы, программы, сопровождения их. Есть опубликованные даже у нас эти исследования при желании. В общем, доказательная база есть, убеждать не буду, поверьте на слово. Ну и вот они, инструментальные компетенции. Мы сюда отнесли методические компетенции. Такие важные сегодня компетенции, как правовая и общекультурная компетенция. Вот, наверное, здесь позволю себе, ну с правовой даже говорить ничего не буду, без комментариев, как говорится. Самая главная позиция – это как сегодня учителя, как мне защитить себя и как мне защитить ребенка. Ну то есть где эта граница моего влияния? Много вопросов. И они не всегда чисто законодательные, чисто правового. И тут еще и много этических вопросов. Общекультурная компетенция. Позволю себе сейчас вас немножко развлечь примером из собственной жизни директора школы, потому что часто у нас сегодня такие обостренные, межнациональные, какие-то конфессиональные истории возникают, что все так звенит от малейшего, от шевеления крыла бабочки, да, драка двух первоклассников. Я потратила невероятное количество времени и сил, чтобы доказать родителям, что первоклассники могли подраться не на национальной почве. Я думаю, что сейчас и учителя, и директора школ меня поймут. То есть целая история развернулась вокруг драки двух первоклассников. Если бы Ваня с Петей подрались, проблем было сильно меньше, скорее всего. Ну или дети одной национальности. Но вот случилось, что у меня было очень много национальностей в одной школе, и ситуация заставила нас задуматься о том, что, конечно, нам просто необходимо сегодня смотреть на вещи с очень высокой общекультурной позицией, и это квалификация педагога. Ну и, собственно, те самые важные компетенции педагогические, мы их никуда не дели, они с нами. Мы, более того, они для нас сегодня самые актуальные, по-прежнему воспитательная компетенция. Вопросов много. Ценностно-смысловые компетенции, психолого-педагогические компетенции. В общем, и мы на этом тоже не остановились. Мы вот здесь, вот на этом моменте решили, что опять группировка какая-то странная. Пользоваться этим пока нельзя, это просто некий багаж. И еще их перекомпоновали, сделали вот такие две группы компетенций. Ну вот развлекались. Нам показалось, что уже как-то яснее становится. Но вот здесь мы зарыдали во второй раз. Потому что очевидно, что это не инструмент для развития учителя. Это опять некий набор, аналогичный тем, который мы видели у всех нами уважаемых авторов. И использовать это учитель каждый день в своей практике вот совершенно никак не сможет. Соответственно, Следующий слайд, Толя. Мы вспомнили все те выводы, которым нас научило исследование стандартов наших стран и лидеров по качеству образования. Мы вспомнили, четко отследили те вещи, о которых говорила Ольга Игоревна. Это то, что любая модель, а мы сейчас не говорим уже о разработке нашего стандарта, мы пока говорим о разработке нашей некой модели, проекта, профиля компетенций педагога, который мог бы быть применим, как сердце реализации стандартов, стандартизации в образовании, конкретно в городе Москве. И мы поняли, что надо обратиться конкретно к той территории, в которой мы сегодня работаем, для которой мы выполняем эту работу и сориентироваться на ее контекст и на ее задачи. И, конечно же, система Москвы это огромная масштабная система, это мегаполис с огромным багажом и возможностями и со своей четко сформулированной системой ценностей. Напомню, некоторые из них – это образование для каждого ребенка, возможности развития талантов каждого ребенка, это город-школа, город предоставляет максимум возможностей, это определенное внимание детям, и тоже становится понятно, что ребенок становится в центре не просто так сформулирована эта ценность, а город, который очень технологичный, у которого очень высокие запросы семьи на качественное образование и при этом высокие скорости, где время становится главной ценностью, и время, качественная работа учителя, проведенная с ребенком, это отдельная главная ценность в деятельности профессиональной именно учителя такого огромного мегаполиса, как Москва. И коллеги меня, наверное, поймут и разделяют, сколько сил уходит на все остальные вещи для того, чтобы жить в большом городе. Ну и, конечно же, есть понимание, что мы сейчас говорим о ценностях именно педагогической деятельности, и мы обратились к классикам педагогики и сформулировали вот эти пока, казалось бы, вот результат нашего огромного титанического труда, четыре главных ценности, такие как доверие, забота, уважение, добросовестность, и сформулировали вот некие тезисы, некие позиции, как они могли бы быть в этом этическом стандарте деятельности учителя в Москве. И оставили возможность нашему экспертному сообществу допроектировать, вы видите, что этот паук, это маленький паучок первый, который мы сейчас вам показываем, он открыт, он позволяет каждой территории взять за основу и допроектировать. В каждой школе поставить, выбрать свой приоритет и допроектировать эту модель. Мы сейчас говорим о некой технологии, мы ее для себя открыли, мы с вами делимся. Как можно с этим поработать? Следующий слайд. Ну, опять же, только сами ценности, декларируемые где-то там, где-то сверху или с больших площадок, они, собственно, никуда не долетят. А смогут они реализоваться только в деятельности, то есть ценности транслируются через саму педагогическую деятельность. Мы постарались не использовать формальный язык стандартов на этом этапе, а именно очень простыми словами, наиболее однозначно трактуемыми, для всех понятными, обозначили некие фокусы. Здесь мы не претендуем на готовый продукт, мы хотели бы донести смысл понятным языком. То есть такие области, и мы понимаем, что, возможно, это даже провокативно сейчас звучит, обязательства у нас есть перед нашими обучающимися. Высокий уровень профессионального мастерства требует наше пространство, в котором мы находимся, требует семьи высококачественного образования для детей, а позиция преподавания и результаты детей сегодня уже практически не обсуждаются. Доказаны исследования, как уровень профессионального мастерства, уровень преподавания влияет на качество образования детей, на их образовательные результаты. Но вы видите, такие еще области, как непрерывное профессиональное личностное развитие и эффективное профессиональное взаимодействие. Остановлюсь на эффективном профессиональном взаимодействии. Про развитие, понятно, тут не о чем говорить. Мы должны понимать, что это определенная часть нашей жизни, и все по определению. Мы учимся, значит, учителя должны учиться. А вот эффективное профессиональное взаимодействие – это тоже находки наших предыдущих исследований, о которых говорила Ольга Игоревна, допустим, про образ тех же канадских профессиональных сообществ, сообществ Англии, где само сообщество является гарантом высокого преподавания и нахождения учителя в профессиональном колледже в Онтарио. Это не совсем простой путь. Туда надо еще мудриться попасть. Очень сейчас нехорошую для нашего восприятия вещь, скажу, но так работает, что платятся ежегодные взносы для того, чтобы находиться в этом сообществе высоких профессионалов, и только таким образом можно получить членство этого сообщества. От членства сообщества гарантируют не только поддержку профессиональных сообществ, но и, собственно, допуск учителя в класс. Ну и одна из этих позиций, такие как соответствие времени, аналогов нет, это наше собственное произведение. Ну, в общем, не критикуйте нас строго. Мы подумали, что та позиция про время, которую я вам говорила сегодня, тоже очень актуальна для всех. И вот здесь вот мы новаторы. Это наш собственный такой вот фокус, который мы, наверное, хотели поставить прежде всего самим себе. Когда мы готовили эту разработку, что разработка наша должна соответствовать времени и сегодняшнему дню, но и, конечно, завтрашнему. Ну и вот, собственно, перед вами большой такой паук. Мы его называем пауками. Он не единственный. Пауков много. Сейчас дойдем. Мы вам их покажем все, во всей красе. Здесь главное что? Мы в Москве находимся. Когда мы рисовали эту картину мира, мы не соотнесли эти вещи, но вы сейчас глазами зрителей увидите, как похоже это наша карта на карту московского метрополитена. Со множеством узлов, пересечений, когда одна компетенция попадает в несколько областей. Отсюда можно сделать вывод, что путь и дорога к развитию может быть ускорен за счет работы с определенной компетенцией, с определенным фокусом, понимая, что работа идет сразу в несколько, попадаем мы сразу в несколько фокусов. И для того, чтобы нам прежде всего себя верифицировать самих, мы на этом не остановились. Мы дадим еще раз глядеть, вернемся к этому слайду. Мы не остановились. И коллеги, тут уже подключились коллеги к нашей маленькой исследовательской команде, подключились коллеги корпоративного университета, они тоже сегодня здесь с нами. И провели небольшую верификацию и отбор умений наших, которые мы заложили в нашей компетенции, как обязательные для развития учителя. И соотнеслись с теми образовательными результатами, которые заявлены в федеральных государственных образовательных стандартах, изложены в примерных образовательных программах. Но, как говорится, картина маслом. И так по каждой компетенции и по каждой области. И вот сейчас я вам покажу, Ольга, попробуй перелистнуть. Да, сейчас, дай бог, все пошло, загрузится ролик. Это наша, собственно, лабораторная работа. Вот так в живом исполнении выглядит то, собственно, создание, о котором мы сегодня говорим. Наш профиль компетенций. Я вам дам посмотреть одну прокрутку, а потом прокомментирую, чтобы не отвлекать ваше внимание. Тут надо саму логику просто увидеть. Вы видите, как компетенции. Открытые модели каждой из этих наших паучков с этими фокусами применения. И они все открыты при желании школа. Сам учитель, наставник, мастер, тот, кто молодой педагог. То есть любые варианты есть применения, когда я сам для себя могу выбрать один фокус, одну историю или все, или на уровне школы понять приоритеты. Пусть еще раз прокрутится, чтобы отразилась сама логика. А я пока покомментирую. То есть вот так выглядит сама верхний взгляд на разработку. Вот так мы соотнесли. И мы еще и предположили, предложили. У нас прекрасный эксперт. Она сейчас работает и смотрит сейчас наше выступление. И как раз мы находимся на стадии разработки диагностических моделей, которые могли бы быть применимы для нашей разработки. Вот мы находимся здесь. Мы разрабатываем инструменты диагностики. И мы решили с вами поделиться. На этом моменте мы тоже, как вы понимаете, лежим в слезах. И снова изучаем все известные подходы к моделям оценки, аттестации и сертификации педагогов стран и лидеров по качеству образования. И здесь небольшая таблица, которую я даже комментировать сейчас не буду. Те, кому этот момент станет сильно интересен. А я думаю, что центры оценки, которые подключились, те коллеги, которые работают над этой проблемой, обязательно полюбопытствуют. Там прямо очень видно фокусы применения, зачем существует аттестация, что такое сертификация и какие оценочные процедуры. Чаще всего применяют те страны, которые добиваются высочайших результатов в образовании детей. Ну и заканчивая, хотела бы показать, по сути, наш маршрут движения. Понятно, что мы ставили себе задачу. Я вам ее напомню, как сделать профессиональный стандарт не документом, а инструментом профессионального развития, который может быть применен в разных системах учительского роста на уровне школы, на уровне муниципального образования, на уровне региона. И нами, конечно, у себя в нашем пространстве нашего корпоративного университета. Сегодня мы находимся на уровне изучения и разработки инструментов диагностики. И дальше мы видим, как можно использовать этот механизм для выявления дефицитов, построения очень персонализированных маршрутов. Мы надеемся, что вы тоже нашу логику сейчас увидели, что вариантов для таких маршрутов мы предложили очень много. Далее мы предполагаем, что эти вещи могут лежать в основе разрабатки программ и методик. Иногда нужно понять, что не сами программы являются гарантом обучения педагогов, а именно те методики, которые используются для обучения педагогов. А если они используются для работы с совершенно определенными дефицитами, то тем более высока такая цена их использования. Поэтому повторные диагностики с нашей точки зрения могут быть сильно отличаться от тех, которые были первоначально, может, по всему профилю, а может, только по отдельной компетенции. И, конечно, может быть основой для оценки эффективности того, как мы учимся, как учатся наши коллеги и как эффективны ли те наши программы и методики. Тут разные можно задавать фокусы, которые могут быть в основе управленческих решений. И, конечно, наш профиль, но уже не будем снова к нему возвращаться, может быть в силу его, да, он может быть дополнен другими компетенциями, которые придут на смену тем, которые сегодня нами обсуждались. Спасибо всем коллеге, что были с нами.